3 декабря на всей территории российского государства отмечается День пожилого человека. В Симферопольском пансионате для престарелых и инвалидов праздничное мероприятие, приуроченное к этой дате, прошло под общим девизом. День здоровья и дружбы для подопечных пансионата. Организовали прием высококвалифицированных врачей, а также художественное выступление студентов Крымского федерального университета. Поздравить пожилых людей с их официальным днем Симферопольский пансионат. Для престарелых и инвалидов пришли студенты-медики Крымского федерального университета. Для своего зрителя подготовили настоящий концерт с разнообразной насыщенной программой. Мы знаем, что здесь 420 человек находятся, из них 195 инвалидов, 7 из них участники Великой Отечественной войны. И Крымский федеральный университет, как мощная крымская организация, организация, выполняющая важные задачи в научной, образовательной, воспитательной сфере, считает своим долгом уделить внимание нашим ветеранам, поздравить их. Своим бытом в пансионате его жители довольны, особенно в последнее время, рассказывает инвалид Великой Отечественной войны первой группы Розалия Орлова, которая прожила здесь вот уже третий год. С момента долгожданного для нее исторического воссоединения России и Крыма, пожаловаться не на что. Вы знаете, хорошо живется. За нами ухаживают и нянечки, и медсестры, и кормят нас отлично. Сейчас, да, сейчас уже жаловаться нельзя. Помимо торжественной части, поздравлений и настоящего праздничного концерта. Обязательный осмотр у опытных специалистов. Кардиолога, невролога, гастроэнтеролога и других. Врачи провели приемы у людей, которые лежачие, которых мы не можем своевременно доставить на осмотр узких специалистов. Очень приятно, что нас не забывают. Очень приятно, что люди не безразличны к проблемам инвалидов. Ну и, конечно же, цветы и подарки вместе с пожеланиями здоровья и долгих лет для каждого персонально. О цивилизованности общества, повторяя гости пансионата в этот день слова известной мудрости, можно судить лишь по отношению его членов к людям преклонного возраста. Егор Петрунин, Евгений Волговской. Служба новостей ТВ.